Всем привет! С вами Ростиксон. Сегодня я расскажу о Телеграм-боте для обмена и листинга крипты. И зачем он нужен? Ну и розыгрыш, о котором скоро узнаете, если досмотрите видео. В боте можно купить или продать крипту, например, кейк. При первом рассмотрении бота у меня возникли вопросы. Зачем торговать в Телеграм-боте, когда есть биржи? И какие монеты будут торговаться в Телеграм-боте? Да, есть централизованные биржи. Крупные и средние. Там просто отлично налажены многие аспекты. Начиная от ликвидности до безопасности. Ну и тому подобное. Но вследствие чего туда очень сложно попасть новым малым проектам. Им нужны большие средства, комьюнити и тому подобное. Бот же не замена этих бирж, а небольшое дополнение. Да, есть децентрализованные биржи. Верификация не нужна. Не нужны средства для листинга, но нужны деньги на ликвидность. Апрувы и тому подобное. GproxSwap решает эту проблему. Теперь же еще раз. Самое главное преимущество использования бота. Это низкая стоимость листинга. А именно 100 долларов. Есть возможность продать нужный объем монет по фиксированной цене. Удобен в использовании. Такой бот подойдет как для новых проектах. Ну например команда только создала монету. А не листится в боте. И в своих соцсетях оставляет ссылку на бота. Где можно купить монету. Такой способ максимально прост. Как для создателя проекта. Так и для пользователей. Которые хотят купить их монету. А теперь. Как выиграть 25 долларов. Подписаться на мой ютуб канал. Поставить лайк. Остраивать конструктивный комментарий. Внимание конструктивный. Подписаться на телеграм канал Gprog. И на мой телеграм канал. Там я назначу время. И сниму розыгрыш одним дублем. Так что все будет честно. Попытайте удачу. И возможно вы выиграете 25 долларов. Ну а выиграет рандомный конструктивный комментарий. Который выполнит все условия. Теперь минусы. Которые я отметил. То что покупка и продажа. Основано на доверии. К авторам бота. И самому телеграмму. То есть хозяин бота. Полностью. Единолично управляет им. Ликвидность ниже. Чем на крупных биржах. Но все эти минусы. Перекрываются тем. Для чего в большей степени сотен бот. А именно для новых проектов. А заодно и возможности покупать крупные монеты. Ну и P2P между пользователями. Еще хочется сказать. Что первоначальная цель криптовалюты. Это децентрализация. А телеграмм бот не является таковым. Но подходит для того. Чтобы быстро завести крипту. Купить монету. И вывести. Хранить же крипту в боте. Это отрицание идеи ее создания. Это подобно тому. Как люди хранят крипту на биржах. Но это гораздо опаснее. Поэтому я никогда не храню крипту в телеграмм ботах. Но пользоваться в моменте считаю возможным. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Ссылки в описании.